Приветствую вас, мои дорогие раки! Давайте посмотрим ваш расклад на декабрь месяца. И первая карта для вас, мои дорогие, это семерка мечей. Семерка мечей вот именно в начале декабря, посмотрите, может быть те люди, которые, знаете, здесь больше хитрости, чем больше. Вот могут люди, знаете, в лицо вам улыбаться, а за спиной совсем другое. Смотрите аккуратно, здесь может быть люди, которые, знаете, как энергетические вампиры, они крадут вот именно вашу энергию. Они смотрят на вас или что-то им не нравится, или что-то вот могут такие, знаете, даже конфликты, что-то вот, чтобы вы потеряли вот именно вашу энергию. Следующая карта на начале месяца, это девятка пентакли. Девятка пентакли, знаете, у вас такое состояние, знаете, вам не хочется ничего. Вот поэтому и говорится энергия, то, что вам как бы нету силы, вы ничего не хотите, хотя здесь есть и финансы, здесь у вас может быть то, что отношения, работа, но вам не хочется ничего. Высшие силы, как подсказку, говорят вам, берите и не сидите в бездействии. Начинайте какие-то, даже, знаете, если вы понимаете и чувствуете, что есть что-то неправильное, и что то, что вам приносит, это как бы в вашей жизни, ну, такое ступорное состояние, здесь нужно вот действовать, здесь нужно как бы что-то убрать. Следующая карта, мои дорогие, на начале месяца, это пятерка кубка. Мои дорогие, здесь может быть то, что у вас такое состояние, вот именно начале декабря, что вы как бы настолько вам больно, настолько вам тяжело, что вы не хотите как бы ничего. Давайте посмотрим на середине месяца, что у вас это самое. Это двойка пентакля. Двойка пентакля показывает, вам нужно контролировать, вам нужно вот именно контролировать ваши эмоции, ваше состояние, ваше именно, знаете, даже внутреннее состояние. Даже то, что вот это ступорное состояние у вас происходит, вы должны передвигаться вперед, вы должны перемены какие-то брать. Почему? Потому что здесь может быть шаг влево, шаг вправо, вы можете что-то потерять. Здесь, если касается отношений, вы можете как бы в отношениях, что у вас может быть то, что вам будет тяжело. Если в работе, то здесь тоже может быть то, что вам придется вот именно вот рабочие моменты какие-то поменять. Следующая карта на середине месяца, мои дорогие, это карта солнца. Здесь может быть то, что у вас в отношении что-то происходит, как бы у вас что-то, знаете, вот те отношения, который не приносит никакой удовольствия. И вы как будто хотите именно в эти отношения какое-то прояснение, какую-то ясность, чтобы вы понимали, для чего вы боретесь, для чего эти отношения нужны, для чего они нужны вообще, чтобы или продвигаться вперед, или как бы остановиться именно. Но вы как будто вот начало, вам это больно, вам вот дается очень тяжело. Следующая карта на середине месяца, мои дорогие, семерка Пентакли. Семерка Пентакли говорит, не сидеть в бездействии, а начинать вот какие-то идеи, какие-то мысли, какие-то движения. Знаете, вот здесь уже вот, если вы начнете вот именно вот, даже то, что у вас начало не такая хорошая вот начинается, вот середина вам дается возможности, вам дается вот именно, чтобы вы понимали, что вам нужно, вам дается вот это, чтобы вы какие-то идеи воплощались вообще в реальности. Вот эти именно идеи у вас вот будут приводить к успеху, вот именно то, что вы бы хотели. Следующая карта на конец месяца, мои дорогие, это Десятка Пентакли. Ну в конец у вас благо есть, ваша стабильность есть. Здесь может быть даже касается отношений. Почему? Потому что здесь как бы вот то, что у вас происходит, что вам не хочется как бы вот именно начально, вы в середине уже понимаете, вы уже контролируете. Даже может здесь вот касается именно детей какой-то контроль, то, что вы понимаете, что что-то, ну как бы вам было больно, но все-таки вы понимаете, что идти нужно вперед. Идти нужно вот именно вот эти шаги сделать вперед. Мои дорогие, конечно, это самое то, что вот именно то, что ваша стабильность здесь может быть даже отношений, то, что вот каждый занимается своим делом. Знаете, здесь как будто даже вы может быть вместе, но как бы каждый имеет свои границы. Как бы каждый занимается, ну чем ему приносит именно это счастье. Следующая карта на конец месяца это король жезла. Король жезла показывает то, что вот в конец вам нужно именно вот это благородство. Вот включать именно это спокойствие. Вот именно вот то, что даже то, что у вас в этой жизни, мои дорогие, здесь для мужчин, что происходит, вы оцените ситуацию справедливо. Вы если понимаете, что что-то не идет, вы как будто это хотите что-то сделать, вот именно менять. Давайте, мои дорогие, посмотрим карта совета, что вас ожидает, вот именно, что даже совет ваш от Верховной Жрицы прислушивается именно вашей интуиции. Если вы понимаете, что да, что-то нужно вкладываться, если вы понимаете, что нужно что-то менять в вашей жизни, вы это делаете. Потому что высшие силы, как совет, больше дают, чтобы вы именно не то, что вот даже происходит в вашей жизни, а именно прислушиваться, что вам именно внутренне. И вот то, что ваша интуиция подсказывает. Конечно, мои дорогие, это общий расклад. Для личного расклада обращаемся по номеру телефона, который указан на экране. И для того, чтобы не пропускать новые видео, подписываемся на YouTube-канале, переходим в Instagram, где там будут больше постов о Таро.